Привет! Сегодня мы рассмотрим, как бриться дома опасной бритвой или бритвой со сменными лезвиями. В первую очередь понадобится бритва со сменными лезвиями, они бывают разных типов, можно самую дешевую купить в архитекторе красоты, она стоит 50 гривен, лезвия туда должны подходить, самые обычные стандартные лезвия, есть такие джилет, биг и спутник. Лезвие нужно поломать, туда вставляется только половинка, есть лезвие, где целое вставляется, я таких не видел. Когда мы вставляем лезвие, нужно обязательно проверить уровень горизонта лезвия, она должна быть параллельна самой бритве, иначе можно порезаться. Понадобится миска с теплой водой, если нету нагревателя для полотенец, в который просто уже можно засунуть полотенце мокрое, оно его нагреет и оно будет максимально горячим, то можно просто налить кипятка с чайника и добавить немножко капель 5-7 масла лаванды. Это то масло, которое у нас закончилось. Мне на день рождения подарили литую опасную бритву, я вначале обрадовался, но потом понял, что с ней очень много геморроя, дело в том, что даже во время бритя ее надо подтачивать несколько раз, и даже просто чтобы ее хранить, ее надо постоянно подтачивать, поэтому мне друзья посоветовали заменить литую бритву на бритву со сменными простыми лезвиями, все очень просто. Разломал лезвие на две части, ставил в бритву, и ты уже можешь снова использовать опаску. В миску с горячей водой добавляем пару капель эфирного масла лаванды или чайного дерева. Берем сухое полотенце, скручиваем его с двух краев, так чтобы когда мы будем его окунать в миску, не обжечь руки, не обварить их и потом не ходить в лудрях. Когда мы его скрутили, оно должно быть максимально туго скрученным, просто когда мы его мокрым достанем, чтобы отжать лишнюю воду. Поэтому опускаем просто воду, держим какое-то время. Достаем и по чуть-чуть отжимаем. И снова повторяем процедуру. Все, пусть полотенце нагревается, тем временем нужно нанести пену. Используя Т-образный станок для бритья, вы никогда не сможете добиться того качества, которое вы сможете получить, если будете использовать опасную бритву. Не пытайтесь распаривать лицо без какого-то крема, пены, потому что вы не достигнете максимально качественного результата. Пена, она способствует раскрытию пор и смягчает кожу. Так лучше брить, безопаснее и меньше раздражения. Не наносите на все лицо сразу пену, она высыхает и потом сложно брить. Нанесите на тот участок, который вы начинаете брить, а потом добавьте. Но когда мы распариваем, нужно нанести на все лицо. Сделай губы вот так. Отлично. Это чтобы пена не наестся. Себе так, наверное, не получится накидывать. Просто накидывайте полотенце и немножко руками придерживайте. Иногда нужно 2-3 полотенца, если кожа чувствительная, а волос толстый и непослушный. После того, как распарили лицо, наносите на какой-то участок, который вы будете брить. И там срезаем. Натягивайте максимально сильно кожу и начинайте движение к подбородку. Или можно натягивать щеку и сверху вниз вести бритву. Но в любом случае нужно брить по росту волос. Все, мы побрили лицо. После этого нужно обязательно использовать лосьон. Мы используем одеколон шипер по пожеланиям клиента. Использовать можно как через салфетку или через спонжик, чтобы не занести лишние бактерии. И обязательно используйте тальк. Тальк убирает раздражение, абсорбирует покраснение и делает кожу свежее. Тальк можно купить в любой аптеке. Главное, чтобы в него входил пантанол. Он способствует регенерации кожи. Чикс. Талька побольше. Все, готов. Пока. Выливаем пару капель. Добавляем яйцо дракона и глаз ящерицы. Тогда борода будет расти лучше.